Трубы вновь и не выдержали. В Барнауле устраняют последствия двух коммунальных аварий. Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в два раза. В школах и детских садах усилили санитарные меры. Без дополнительной энергии в морозы им не обойтись. Чем советуют кормить птиц орнитологи? Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Три коммунальные аварии сегодня вновь устраняют в краевой столице. Как сообщили нам в администрации города, в 11 утра случилась авария на пересечении улиц Горно-Алтайской и Первой Речной. Без отопления находятся жители 56 частных домов. А вот авария в центре города, буквально в 200 метрах от правительства края из-за повреждения водопровода, произошла еще накануне вечером. Этот участок дороги перекрыли. На 11 часов местного времени коммунальщики продолжали устранять порыв. Рано утром давление не выдержала труба на участке улиц Чеглецова, Первая Западная на потоке. Затопленными оказались несколько улиц. Здесь дежурят сотрудники ГИБДД. Автобусы вынуждены ехать в объезд. На 11.30 утра сегодняшнего дня без холодной воды на потоке оставался один дом, без горячей 8. Горячей воды нет и в одном детском садике. Правда, его работу не отменили. Коллектив использует обогреватели. Кстати, сегодня утром начнут менять участок теплотрассы в другом городе края Камнинаби. Там порыв случился пять дней назад. Все это время тепло в квартире нескольких многоэтажек подается, но батарея прогревается максимум до 16 градусов. Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе превышен в два раза. В связи с этим в школах и детских садах края усилили санитарные меры. В регионе продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ. Уже болеют более 26 тысяч человек. 70% из этого числа дети. В образовательных учреждениях должны соблюдать температурный режим, использовать бактерицидные лампы, чаще проводить влажную уборку. Ежедневно в классах и группах ведется мониторинг посещаемости, утренние осмотры детей. Все культурные и спортивные мероприятия отменены. Напомним, если в коллективе заболело 20% детей, вводится карантин. Сейчас в крае остановлен учебный процесс в 35 школах и 68 детских садах. Жители Алтайского края, возможно, будут меньше платить за вывоз мусора. Глава региона Виктор Томенко поручил пересмотреть тарифы на утилизацию твердых коммунальных отходов. Напомним, так называемая мусорная реформа стартовала с начала этого года практически по всей стране. Попал под нее и наш регион. Его разделили на 7 зон. В каждой установлен свой тариф за вывоз мусора. Причем расценки сильно разнятся. К примеру, в Бийской зоне жители платят всего 36 рублей, а в Словгородской цена достигает 111 рублей. Губернатор поручил усовершенствовать мусорную реформу и пересмотреть схему работы с твердыми коммунальными отходами. Из наших там всех 7 зон, я думаю, мы по 4, вот самым крупным, наверное, здесь у нас Алейская зона, Барнаульская зона, Славгородская зона, Рубцовская зона. Где-то будет тариф, я думаю, на уровне 68 рублей с человека, значит, в месяц. Ну, а другие зоны у нас там, Заринская, Бийская зона, они еще даже немножко ниже. Морозы этим птицам нипочем. 10 краснокнижных пеликанов, которых осенью от голодной смерти спасли волонтеры, чувствуют себя прекрасно. Запас рыбы превзошел все ожидания, да и вольер весьма теплый. Но не всем пернатым настолько повезло. Многие встретили морозы под открытым небом. Илья Кочетков выяснял, как и чем лучше всего подкармливать птиц, чтобы смогли пережить сибирские холода. На улице минус 40. Казалось бы, сиди дома да чай пей. Но Елена Соколова, педагог детского экологического центра, спешит к кормушке для птиц. В такие морозы, говорит она, птицам просто необходима дополнительная энергия, а значит еда. Правда, этот корм мало похож на то, что обычно люди кладут в кормушке. Как раз вот в этом наборе практически любые зимующие птицы найдут то, что именно необходимо им. Синицы с удовольствием будут есть семечки. Снегири с удовольствием будут клевать сухофрукты. Воробьи, какие-то мелкие зимующие птицы. Вот здесь у нас даже есть немножечко рапса. Семечки, отмечает Елена, должны быть не жареными, только сырыми. Вообще, говорит она, в стремлении накормить птиц люди порой допускают грубые ошибки. Наверное, у каждого в сердце однажды просыпается такая любовь к севому живому, что хочется поделиться вот буквально последним куском хлеба. Но орнитологи предупреждают. Подобный душевный порыв в случае с птицами может лишь навредить пернатым. В хлебе содержатся дрожжи, которые в желудке птиц начинают бродить. От этого птицы могут даже умереть. Если уж вы хотите подкармливать хлебом, то делать это только в виде белых сухарей. Нарезали, посушили, и тогда уже можно угощать. Но кормушки – это не только способ позаботиться о птицах. Это и возможность полюбоваться красивыми созданиями. Конечно, если вести себя тихо, дикие птицы пугливы. Чаще всего в черте города мы можем с вами видеть синиц, воробьев, снегирей. Прилетят немного погодя сверестели. Клесты очень часто стали залетать, щуры, длиннохвостые синицы. Ну, 70 видов, сами понимаете, долго можно перечислять. Остается один вопрос. Так ли нужна птицам такая забота? Ведь раньше они выживали без участия человека. Елена Соколова говорит, из-за роста городов становится меньше лесов, где птицы могут питаться. Так что, размещая у себя во дворе скромную кормушку, возможно, мы не просто помогаем птицам пережить холода, но и помогаем, возможно, сохранить целые виды пернатых. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарство «Гинкаум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. На территории края морозы чуть ослабевают, но лишь на сутки. Холоднее всего в Рубцовске и Тальменске. Там Тальменке до 29 ниже 0. В Белокурихе – 26, 25 в Бийске. В Барнауле переменная облачность днем до 21 градуса. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи.